слушать ваши эзотерические советы и применяю их но к сожалению ничего не чувствует такое впечатление что кто-то блокирует хотелось бы узнать что происходит спасибо вся особенность нашей жизни заключается в тайнах и мои эзотерические советы они обычно предназначены для тех людей которые понимают саму философию и идею эзотерики философии идеи эзотерики она ее можно пересечь на пальцах посчитать условно это выглядит так я верю или я считаю что человек который живет и в его жизни что-то происходит это связано с тем насколько он чувствует этот мир или как он чувствует его и это приблизительно звучит так если вы создаете чувства хорошие то события происходят хорошие если вы чувствуете что-то плохое то события происходят плохие так человек очень часто на протяжении дня злиться ненавидит вредничает обижается просто его все бесит или тело болит или что-то с ним происходит и в этот момент человек вдруг начинает думать я бы хотел чтобы в моей жизни стало что-то лучшее и буду читать мантры использовать какие-то техники и ничего не происходит почему дело в том что общая масса его чувств негативных она превалирует то есть случае если он будет читать мантры для денег в тот момент когда я у него большое количество негативных чувств то это может привести наоборот к тому что у него потеряются деньги я очень часто кстати об этом говорю я это называю психической энергией и коммуникации с высшими силами психическая энергия возникает у человека и является тем настроем или тем компонентом который происходит или который накапливает человек человек думает что каждое чувство которое он создает это просто чувство на самом деле эти чувства которые вы испытываете на протяжении жизни они откладываются и становятся частью вашей жизни лежащие на левой стороне и на правой стороне считайте что на правой стороне это агрессивное чувство на левой стороне это позитивное чувство на протяжении жизни человек откладывает агрессивное чувство они не обязательно могут происходить онлайн в данный момент они могут быть связаны с вашими воспоминаниями с вашим раздражением и даже с болезнями чем больше в жизни у человека негативных чувств тем больше в жизни он страдает чем больше человек испытывает к чему-либо негативные чувства которыми могут быть что угодно от зависти до страха вот переживаний до злости тем больше негатива в жизни будет происходить обычно человек когда приходит в эзотерику он думает что это волшебная палочка которая будет для него что-либо создавать и здесь такой вопрос для чего для чего создавать этот ответ он тоже очень такой оптимальный безумно простой обычно человек живет и он как лодка которая плывет в определенном направлении она плывет направлении при котором человек живет и ненавидит близких он его раздражает там жена мужу его диму не нравится его работа у него там жизни все плохо и так далее то есть не видит никакой радости для чего он живет тоже непонятно и в этот момент человек говорит я хочу там квартиру или я хочу себе там богатство тут вопрос для чего если бы у меня это было я бы жил хорошо нет если бы вы жили то вы бы начали становиться еще хуже потому что так вы можете промолчать а когда вы начнете зарабатывать то вы начнете всем хамить так у вас амбиции связанные с тем что вы можете хотели бы сказать но промолчить а когда вы будете больше всех зарабатывать или не дай бог какой-нибудь джекпот сорвете то вы всех заколебаете вы их сведете потом в могилу этих всех людей именно так устроена жизнь человек едет на своем паровозе и думает что на этом паровозе ему должны высшие силы давать что-то но дело в том что они дают именно то что вы заслуживаете а что вы заслуживаете такой вот есть пример однажды когда я учился в школе в нашем классе учительница по психологии она провела тест во время этого теста она попросила описать там одного мальчика одного девать и одну девочку и девочку взяла которая была очень красивая и у которой было очень развито мнение то есть она считала что все ее обожают что все в классе ее любят и так далее она сказала что это можно сделать инкогнито и не подписывать свою фамилию но написать об этом человеке все что угодно одного мальчика взяли и этот мальчик был низ и обеспеченной семьи самый обыкновенный среднестатистический троечник не очень хорошо относились к нему в классе и не очень плохо так вот к этому мальчику он такой улыбчивый был этому мальчику все написали дифирамбы что он хороший да ему нужно было бы там что-то подтянуть и там школе лучше учиться и так далее но в общем то но если бы вы знали сколько всего плохого написали все девочки что она вредная что она обижает всех вокруг и так далее очень часто человек думает что он живет в своей семье и он считает что его любят очень часто считает мужчины что их любят женщины очень часто женщины живут семьи они любят что они считают что их любят мужчины очень часто бабушки считают что их все любят очень часто думают что то как они ведут себя это идеально то как ведет себя кто-то это плохо и поэтому там создают претензии и так далее так вот очень часто наш образ формируется из тех чувств которые по отношению к нам идут то есть случае если человек живет так что близкие его ненавидят то у этого человека эзотерика может не срабатывать в хорошем смысле слова то есть от в от варианта вообще